Сегодня журналисты зафиксировали три борта с ЧВКшниками Пригожина, которые улетают из ЦАР в Москву. Мы вот тут только что с Сергеем Усландером пытались понять, что это вообще такое было. Значит, с одной стороны, кажется, что как будто Минобороны отжало у Пригожина, в том числе и вот эти вот Центральноафриканские республики, можно сказать, колонии, которые окучивал Пригожин. Но что теперь? Кого туда отправят? Туда отправят срочников? Что будет дальше с ЦАР? Не кинет же Путин такую хлебную нишу. Нет, 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 что вы, что вы, что вы. Их меняют, потому что это так называемый основной состав ЧВК. Вагнер, кстати, он состоит из инструкторов-выходцев из ФСБ, из ГРУ Минобороны системы. Вот Трошов, например, у него правая рука, а вообще полковник МВД был, между прочим, на секундочку. Ну, он имел военный опыт, но тем не менее. То есть я к тому, что меняют для проверки вот этих людей, а туда отправят, собственно, туда же в те же базы, в те же части отправят просто таких же. Вот. И эти должны пройти полиграфы, их нужно пропесочить, так сказать, изучить, в какой степени лояльности они находятся по отношению к Кремлю, в какой степени нелояльности к Пригожину или наоборот. Это не потому, что в ЦАР свернут эту работу, просто ею больше не будет заведовать Пригожин и его ближайшее окружение. Вот для чего это делается, чтобы не было горизонтальных связей. То есть да, ты можешь прислать начальника в бескозырки нового, но люди-то, отношения остались, деньги остались, интересы остались. Поэтому их вывозят оттуда для того, чтобы провести проверку. И может перекинуть уже не из ЦАР, там, не знаю, в Сирию, или на Донбасс, или еще куда-то, или оставить в Москве в резерве. Но так, чтобы решения принимались на всем уровне, там, в ЦАР, в отношении военных решений, других решений, людьми, которые лояльны Москве, а не лояльны Пригожину. Вот это очень важно. Но вот надо отдать должное в российские спецслужбы, это у них первостепенная вещь. Вот они людей меняют для того, чтобы, не дай бог, кто-то куда-то криво не смотрел, какая-то информация не уходила, это они умеют. Вот они вот проведут чистку, будь здоров какую. Кого-то просто перепрофилируют, отдадут под другое начало и так далее. Ну вот, не исключая, кстати, отправят на войну, мобилизуют в Украину для того, чтобы срезать эту часть. А кого-то просто-напросто, кого-то просто-напросто, значит, могут и посадить и так далее. На их место все равно приедут другие, такие же, ничем не отличающиеся. Марк, ну вот, вроде, с одной стороны кажется, что три борта, это, ну, не очень много человек, это не какая-то невероятно решительная сила, это 500-600, ну, около того, да, наверное. Но, тем не менее, это все-таки тот самый оригинальный первый состав ЧВК «Вагнер». Это не люди, набранные в ППХ откуда-то из колонии без предыдущего опыта, это опытные в прямом смысле головорезы. Мы все знаем про преступления ЧВК «Вагнер» на территории и Сирии, и ЦАР, и там головорезы — это буквально в прямом смысле слова. Насколько эти люди, в принципе, важны? Насколько они могут сыграть какую-то роль, может, в Минобороне, если они пройдут ту самую проверку на вшивость, а может, и у Пригожина в каком-то его новом формировании, которое он, скорее всего, будет создавать? Об этом говорят довольно многие эксперты. Ну, во-первых, их там полторы тысячи, говорят, что, в общем, в ЦАР находит полторы тысячи. Если даже представить, что вывезли основной состав, там, половину, например, я не знаю точно, да, но половину, например, вывезли, то на их место приедет другая половина, а вторая половина может еще на какое-то время остаться. Главное, поменяли руководство, поменяли основных лиц, которые приказывают, пойдешь туда, убьешь того, постреляй здесь, делай то. Кстати, сказать, мало кто знает, я вот сейчас во Франции нахожусь, вот, почитываю относительно ЧВК-Вагнер, гигантские флянты выходят. Они же там уже и черных принимают состав ЧВК-Вагнер, то есть местное население, темнокожие, да, там, аборигенов. То есть, так что, понимаете, это в основном инструкторский состав, это люди, которые отвечают за подготовку и все остальное, по большей части, хотя принимают участие в военных операциях отдельных тоже, против партизан и так далее. Вы знаете как? Ну, это не проблема, что их оттуда убирают. Нет там такой проблемы, там нет активных боевых действий, которые идут ежедневно, и их присутствие там незаменимо, вот этих людей. Такого же нету в Центральной Африканской Республике. Они же выкинули оттуда французов, которые поддерживали стабильность. И там установлен диктаторский режим, который контролирует ситуацию. Ну, это племяная троиболистская система, в которой воевать будут вечно, потому что одни племена никогда не станут другими племенами до истребления. Поэтому, на самом деле, большой проблемой от этой смены не будет. Самое главное, ведь это же все повязано было на деньги, понимаете? То есть, Пригожин по году получал от 300 до 350 миллионов долларов доходов от всяких копий разных месторождений, разрезов и так далее. Не только на территории ЦАРов, со всей Африки. Из 55 стран Африки, по меньшей мере, в 15 есть присутствие ЧВК Вагна. По меньшей мере, в 15. В остальных, кстати, почти везде Китай присутствует. Там были партнерские отношения с рядом китайских представителей, уполномоченных, которые не военной деятельностью там занимаются, а в основном экономической, инвестиционной и так далее, от имени государства, естественно, от официального Пекина. Так что, поменяв этих людей, переменяют потоки. Они будут перенаправлены от Пригожиной в его офшорные компании, разные там прокладки, в другую сторону. Вот для чего это еще в том числе делается. Возможно, эти люди, которые подготовлены и так далее, но в основном это ветераны спецслужб, понимаете? Ветераны подразделений воинских и так далее. Это не какие-то молодые люди, вот вы говорите, там призывики. Конечно, туда таких не направляют. Это 35, 40, 45 лет, 50 лет, 55 лет. Это не проблема для таких задач, для людей такого возраста. Они хорошо подготовлены, естественно, имеют огромный опыт и так далее. И опыт головорезов именно такой опыт у них, а другого у них нет. И, собственно говоря, в данном случае нет незаменимых. Вот это важно понять. То есть на их место приедут такие же, абсолютно ничем не отличающиеся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова